Уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены, милостивые государи и милостивые государыни. Меня зовут Сергей Витрешко. Я являюсь главным техническим специалистом ВИЕГО по России и странам СНГ. В своей профессиональной деятельности я практически ежедневно сталкиваюсь с вопросами, волнующими наших клиентов. Поскольку вопросы довольно часто повторяются, мы решили снять цикл видео, в которых рассмотрим наиболее интересующие наших клиентов темы. В сегодняшнее видео я хотел бы посвятить обсуждению темы, какой трап для ванной комнаты предпочесть – с сухим или гидрозатвором. В последнее время тема сухих затворов стала невероятно модной. Постоянно звонят клиенты, пытаются узнать разницу между этими типами трапов. Говорят, что прорапам сказал покупать только трап с сухим затвором. И на гидрозатвор соглашаться ни в коем случае нельзя. Это прошлый век, и уважаемые люди гидрозатвор не покупают. Хочу немного прояснить эту ситуацию. У каждого из этих трапов есть свое четкое предназначение и характерные особенности. Трап с гидрозатвором обладает повышенной пропускной способностью и высокой надежностью защиты от проникновения неприятного запаха из системы канализации, благодаря барьеру из воды, содержащейся внутри. Основной страх потребителей, связанный с применением трапов с гидрозатвором, связан с боязнью пересыхания воды после возвращения из отпуска и, как следствие, о ужас, появлению неприятного канализационного запаха в санузле. Трап с сухим затвором принципиально отличается своей конструкцией. Трап с гидрозатвором Понятно, что очистка сухого затвора не является технически сложной задачей, но придется заниматься этим на регулярной основе. Виего постаралась сделать так, чтобы покупатель занимался очисткой сухого затвора как можно реже, выпустив комбинированный затвор, где к лепестковому механизму дополнительно добавлен гидрозатвор. Но воды в нем немного, и она пересохнет за несколько дней. Так что это не является панацеей для поездок в отпуск. Так какой же трап все-таки выбрать? Как это правильно сделать? Ответ очень простой. Если вы устанавливаете трап в санузле, которым будете пользоваться регулярно, то оптимальным решением будет установка трапа с гидрозатвором. Это высокопроизводительное и надежное решение, не требующего регулярного обслуживания. При этом не стоит бояться появления неприятного запаха в санузле после отпуска. Трапа с гидрозатвором в среднем рассчитана на две недели простоя. Даже если гидрозатвор в трапе вследствие высокой температуры в санузле или низкой влажности пересохнет, то аналогичная проблема случится и с сифоном под умывальником, сливом-переливом под ванной, сифоном под кухонной мойкой и часто даже пересыхает вода в унитазе. Достаточно заполнить гидрозатвор и открыть окно, через пять минут вы забудете о неприятном запахе. Так для чего же тогда спросите вы, нужен трап с сухим затвором? Все просто. Эти трапы очень актуальны для установки на случай так называемых случайных проливов. Например, рядом со стиральными машинами, либо для гостевых санузлов, куда гости приезжают не так часто. Для таких случаев трап с сухим затвором является идеальным решением, так как не требует регулярного заполнения гидрозатвора и низкая частота использования не влечет необходимости его регулярной очистки. Вот и вся разница. Как я говорил в начале, нас ожидает целый цикл видео, и в конце каждого из них я буду делиться с вами народными мудростями. Итак, мудрость на сегодня. Быть несчастным – привычка. Быть счастливым – тоже привычка. Выбор за вами. Как вы думаете, при чем тут тема сегодняшнего видео? Напишите в комментах. Желаю вам всегда делать правильный выбор, чтобы потом не чувствовать себя обманутым. Надеюсь, я смог вам немного помочь в непростом деле познания волшебного мира сантехники, и одной из темных областей стало меньше. За сим на сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok